всех приветствую на своем канале сегодня на ремонте видеорегистратор я его уже разобрал моделька не знаю как прочитать юса феки о что-то вообще непонятно моделька 1008 т л y в общем какой-то непонятный китай здесь же мы имеем плату hp 8008 team nb n 68 си версия 1.01 b данные платы имеются на ли продаются в среднем две с половиной и здесь приключилась следующее блок питания сейчас достану разбираем блок питания видим вот такой вот потемневший текстолит вздутая банка это у нас электролит на 22 микрофарада 400 вольт судя по всему из-за данного блока питания регистратор вышел из строя была неисправна шимка а именно 10 дисси вместо 3 и 3 вольт которые положено у нас здесь было 5 вольт я уже поменял данную 10 дисси поставил s y 8000 по 7 си сейчас 3 3 вольта есть но регистратор по-прежнему не запускается проверил генерацию на кварцах на обоих кварцах генерация есть есть попытка считывания непосредственно самой прошивки микросхему я выпил она уже стоит на программаторе нашел а другого регистратора с такой же платой прошивочку микросхемка действий in bond w25q 128 бв вот что у нас происходит при попытке хоть что-то с ней сделать пробуем очистить очистка не завершена микросхема не пуста проверка не удалось и прочее также запись не идет то есть вначале что-то проходит какая-то запись но не проходит верификацию сейчас за микросхемку принципе ничего такого сложного нету не знаю нужно было начать самого начала записывать видео ну тут и так понятно что то к чему заметил напряжение на всех 10 10 и тут ну немного раз два три 4 4 шинки даже не 4 а 5 вот еще одна то есть на всех напряжение есть если что надо было напряжение но вместо 3 и 3 вольт 5 вольт было прошел новую микросхемку теперь необходимо будет установить ее на место в общем перепрошел я микросхему ничего не заработало и при проверке напряжение выяснилось вот что до этого напряжение все были сейчас же у нас еще раз проверим что приходит 5 вольт 33 здесь у нас ничего нету здесь у нас 0 9 1 и 2 в общем нет питания на вот этой вот микросхемке сейчас необходимо будет заменить также данную шинку посмотрим будут ли какие-либо изменения давайте вообще посмотрим может быть ли какую-либо козы у нас появилась или еще что-то до этого тут напряжение у нас было 200 с лишним он короткого замыкания нету итак давайте теперь проверим полтора вольта у нас здесь давайте с осциллографа посмотрим что у нас вообще творится на микросхемке есть импульс и давайте я попробую сейчас подключить монитор и уже проверим что будет так регистратор запустился то есть процессор пережил подачу на 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 него вместо трех и трех пять вольт идет загрузка в принципе все работает да да кстати вон от него же видеокамеры тоже вышли из строя но одна камера купольная там всего лишь отвалился разъем а остальные видеокамеры прошивка в общем сейчас необходимо будет подключить видеокамеры проверить ну как бы работает все подключил я регистратор как вы видите все работает камера на данный момент установлена купольная также работает необходимо будет владельцу данного регистратора посоветовать либо поменять блоки питания либо принести же их чтобы проверили здесь возможно блоки питания неисправны так как вышли из строя камеры при том не одна камера несколько также вышел из строя видеорегистратор по причине неисправности блока питания что за собой повлекло выход из строя микросхемы DC-DC на 3.3 вольта который в свою очередь вывел из строя микросхему SPI 25Q128 я попробовал перепрошить но из этого ничего не получилось прошивка на ней какая-то имелась ну практически идентичная той что была на сайте прошивочку я брал на ремонт аутнет далее естественно поменял прошивку точнее микросхемку прошитую DC-DC поставил рабочую начал проверять ничего не работает снова проверил все напряжения до этого все были отсутствует 1.8 точнее полтора вольта извиняюсь поменял микросхемку DC-DC все полтора вольта имеется до этого все напряжения присутствовали то есть микросхема вышла из строя в процессе работы то есть скорее всего она уже была повреждена в общем регистратор работает проверяю сейчас все функции камеры USB-шка естественно работает так как мышкой управляется все ну и на этом ремонт будет завершен на этом моменте я с вами обращаюсь всем кому понравилось пишите свои комментарии также ставьте лайки не забываем подписываться на канал всем спасибо за просмотр до свидания до свидания до свидания